Лай собак и чисто сельский пейзаж Багаевки в непроглядном тумане, но это Новый Саратов. Здесь даже улицы, как в областном центре, вот Мичурино, правда дома все низкие. Это место одной из первых стало административной единицей города, правда деревенские с виду жители и так почти все горожане. Чего вы ждете вообще-то? Абсолютно ничего нет. Я городской как дубитель, у меня как-то дача здесь. Я здесь живу временно, я в Саратове живу. В основном в Саратове? Так что да. У вас здесь дача? Можно сказать так. Кто здесь родился и вырос, имеют связь с городом условно, за счет автобуса или машины. Алик – коренной житель. От присоединения ждет изменений транспортной схемы. Если автобус уходить будет мимо переездов, тогда будет хорошо. Ну тогда можно соединить город. То есть для вас главная проблема – это вот сообщение? Конечно. Если присоединится город, и здесь обеспечение будет нормальным и продукту, и все. Говорят, за продуктами ездят в Красный Текстильщик или Саратов. Да и медобеспечение далеко не городское. Например, вот у нас аптеки нет. Это самое первое. Для жителей. Для бабушек, для детей. Уже не первый год, уже, наверное, года три точно это уже нет. Багаевка, Хмелевский и Красный Текстильщик уже прошли процедуру присоединения. Как говорит глава Саратовского района Иван Бабошкин, скоро такое понятие, как Саратовский район, вообще перестанет существовать. Мы начали процедуру уже по двум муниципальным образованиям. Это Рыбушки и Синенькие. Значит, 26 февраля у нас по регламенту уже состоятся публичные слушания. Значит, районные. 26 числа состоится районное собрание, на котором будет принято решение о присоединении к городу Саратов. Дальше, правда, процедура будет продолжена, значит, следующее муниципальное образование, где люди выступят с инициативой, это, значит, Михайловское муниципальное образование, Краснооктябрьское и Соколовское. И, условно говоря, ближе к сентября месяца, в летний период времени, это, значит, Вольновское муниципальное образование, Усть-Курдюмское муниципальное образование, Дубковское. Если посмотреть на карту, то Саратов, с учетом присоединения к нему земель, будет свыше 90 километров в длину. Сейчас это кажется практически фантастическим, но когда-то и сам город был не таким, как сейчас. Когда в Саратове строился старый аэропорт, на тот момент он был за городской чертой, но позже город стал сильно расстраиваться. И он фактически оказался в городе. Теперь у нас появился новый аэропорт в Сабуровке. А после присоединения к Саратову муниципальных районов, он в скором времени тоже может оказаться в городской черте. Поселок Хмелевский. Тоже теперь новый Саратов, но здесь чувствуется удаленность по количеству заброшенных построек. Говорят, сейчас здесь осталось порядка 500 домов и 700 жителей. Это половина. Улица центральная. Слева библиотека, она же дом культуры. Здесь не любят городского шума. Здравствуйте. Вот увидели здание такое, поняли, что это какой-то вот такой бизнес-центр. Ой, нет, это только не это самое. Без съемок. Мы хотим покоя, какой был у нас, чтобы такой он и остался. А кто-то наоборот на всю улицу объясняет разницу между ними и Саратовом на документах и в реальности. Хотелось работы, чтобы была. Когда тут миллионер был, колхоз-охоз, я самовед-врач. Все сады загублены, хотя бы яблоки содержал. Вот у нас Ахмеров, он там подальше живет. Работы нет, все ездят кто куда. Все. В магазин пойдешь, молоко, 70 рублей. Вот пошла сейчас новая там. 85 рублей яйца здесь. Теперь это вопросы к новому принципу работы органов местного самоуправления. Во всяком случае, этот механизм уже запущен наверху. Для отдельного сельского населенного пункта мы пропишали у себя возможность участия в местном самоуправлении. Это первое, коронационные советы. Второе, согласно федерального закона, это старосты. Вот это две вещи. Это помимо депутатов городской думы, которые тоже там будут избираться. Что касается муниципального образования и депутатов, которые были выбраны как депутаты муниципального образования, они на момент присоединения свой статус потеряли. Они перестали существовать как муниципальное образование, соответственно, представительные органы власти их не существует. Муниципальные будут согласны нарезке. Избирком нам представят сейчас нарезку. Вот мы сейчас приняли уставки 35 депутатов. Нарезка будет сделана с учетом этих населенных пунктов. Стадион «Волга», он же конечное межмуниципальных автобусов. Они теперь возят новых саратовцев. Середина дня, утренний трафик схлынул. Днем редкие пассажиры. Первое, что почувствовали водители после присоединения, это желание пассажиров уменьшить цену за билет. Чтоб еще или проездить. А сколько они хотят, чтобы было? Не знаю, 23 рубля, если к городу пристегать. К городу 23 рубля. Как говорят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, территории хоть и новые. Но принцип останется пока старым. Ни стоимость, ни порядок регулярных перевозок, ни их, скажем так, чистота не поменяется. Связано это с тем, что данные маршруты, которые обслуживают данные населенные пункты, проходят по территории двух муниципальных районов. То есть считаются межмуниципальными и относятся к полномочиям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. То есть сколько было, столько оно и остается. Все верно. Потому что маршрут идет по территории города Саратова, потом заходит на территорию Саратовского муниципального района и опять заходит на территорию тех населенных пунктов, которые сейчас в настоящее время присоединены. Что касается, не знаю, будет ли какой-то смена перевозчиков, требуется ли проведение какого-то отдельного конкурса, как-то меняться ли будет вся эта система? Нет, смена перевозчиков в данный момент не потребуется. Маршрут как был, так и останется межмуниципальным. Карты маршрутов, которые выданы этим перевозчикам, действуют еще два года в одном случае и четыре года для других маршрутов в другом случае. А это сам красный текстильщик, названный в честь фабрики, которая, по словам местных жителей, стоит много лет. Он уже больше похож на Саратов. Дома малоэтажности на несколько подъездов. Вокруг есть магазины со всеми городскими атрибутами на прилавках. По документам текстильщик присоединен к Саратову. Сергей живет здесь 59 лет. Изменения почувствовал. Дороги чистят. Даже вот внизу живу, я на своей машине проезжаю. У нас трактор, да, трактор ежедневно ходит. Ну что еще? Молодежи только некуда деваться. Другие же, напротив, не доверяют своему новому статусу и приближению городской суеты, в первую очередь в платежках. Сейчас все боятся, что будут эти тарифы повышаться, и тогда люди вообще не знают, где брать. Вот я знаю многих многодетных, у них долги, знаете, какие 300 тысяч и 200 тысяч за коммунальные услуги. Там вообще страшно представить, как они живут. А если вот тут какие-то частники занимаются чем-то, они в основном в долг дают, и люди вот так вот шкрябают, шкрябают вот так вот на продукт. Вот здесь город, я не знаю, как вот, ну, как город, у нас вот Саратов город, а здесь поселок. Но наверху об этом подумали в первую очередь. Хоть это и новый Саратов, но коэффициенты в начисление останутся прежними, сельскими. Там с 1 января начали действовать новые ставки налогов на землю. Мы еще в начале этого года снизили ставки, у нас ставки почти в 2,5 раза ниже на земельный участок по налогам. Вот, и по остальным там вещам. Я думаю, что сейчас вопрос по налогам на огороды, на садо-огороднические участки, на гаражи и так далее, люди увидят разницу. Коммунальные услуги с 1 января точно не изменились. Они остались на том уровне, который были установлены нашим тарифным органам. Он уже установлен у них, там не может изменений никакого быть. Город принимает сейчас на себя функции по обеспечению коммунальными услугами населения. Тарифы как были, они так и остаются. Впереди еще целый год до полного присоединения. А сейчас процедура завершилась лишь в нескольких населенных пунктах. Объединение, проект глобальный и амбициозный. По площади областной центр приблизится к Новой Москве. От этого даже захватывает дух. Но делать какие-то выводы пока рано. Наверное, и от того и местные жители еще до конца не осознали, что теперь они часть большого города. В каком городе? Сейчас я с работы пойду пешком 2,5 километра. Они мне после города газель дадут до дома? Нет. Что мне изменится? Ничего не нужно. Дорога, друзья, у тебя у тебя есть. Смотри, нет. 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 Смотри.